Добро пожаловать в новый эпизод Аудиодрома! Сегодня у нас страшная новость о том, как японский гигант прикарманивает наши уютные аудиофильские бренды. В музыкальных видео опять винегрет из разного дрим-рок-панк-металла. Плейлист сегодня в основном из чил-музыки и еще там пара больших электронных новинок. А в дичьи недели настоящий электрошок, друзья! В розыгрыше винила недели последний альбом Леона Бриджеса. Его мы взяли у моих друзей из стереозоны, при поддержке которых выходит Аудиодром. В стереозоне в Питере на Лиговском 63 или в интернете на сайте стереозона.ру по промокоду I'mHere вы всегда сможете получить приятную скидку 5% на абсолютно все, что вы сможете у них найти. Пользуйтесь смело! Ну а теперь новый эпизод Аудиодрома. Садитесь в свитспот, мы начинаем с новостей Hi-Fi! Новость, которая напугала многих аудиофилов. Sony купила Одизи. С одной стороны, это признание, конечно, но с другой, многие аудиофилы сразу начали приунывать. Мол, это конец Одизи. Сейчас Sony начнет клепать масс-маркет уши с технологиями Одизи, и на аудиофилов ничего не останется. Но на самом деле, все не так плохо, друзья. У меня есть инсайт, и я лично читал письмо, которое Одизи разослали своим партнерам. Там сказано, что, во-первых, Одизи была куплена не тем Sony, которые делают аудио- и видеоаппаратуру, а Sony Interactive Entertainment. Это игровой бизнес Sony Group, который отвечает за PlayStation, ну и их продукты и услуги. И имеет штаб-квартиру в Сан-Матео, Калифорния, не в Японии. Одизи продолжит работать независимо как отдельный бизнес. Все текущие направления развития продуктов сохранятся. Одизи не будет покидать ни один из текущих сегментов рынка. И при этом текущее высшее руководство Одизи сохранится. В общем, нам, аудиофилам, переживать не о чем. Думаю, даже наоборот. Приобретение компании Sony Interactive Entertainment для Одизи означает заметно более широкие технические, исследовательские и финансовые, конечно, возможности. Так что я думаю, что мы скорее увидим новую волну расцвета магнитопланарных наушников этой компании. Осталось только запастись деньгами. Дэнон выкатил два новых ресивера. Первый – начальный AVR-X1800H. Не самый младший, но один из. Несмотря на свое относительно низкое положение в линейке, он поддерживает 8K и 4K 120 Гц, Dolby Atmos, DTS-X, Dolby Vision, HDR 10+, Dynamic HDR и все такое. На борту у него 6 HDMI входов, 3 аналоговых на RCA, 3 цифровых, Wi-Fi, Bluetooth, само собой, и поддержка многоканального звука до 7.2 или 5.2.2 с Dolby Atmos и DTS-X. Есть и встроенная калибровка под помещение Odyssey. Стоит он 749 евро, что, как мне кажется, вполне неплохо за такой обширный набор. Все, что надо для обычного кино-игролюбителя здесь есть. Второй ресивер – DRA900H. Это близкий по функционалу к предыдущему девайсу, но это стерео-ресивер, который также помимо трех аналоговых входов, один из них с MM-фонокорректором, имеет 3 цифровых и также 6 HDMI входов, поддерживающих разрешение до 8K. Выходная мощность у него 2х145 Вт, там дискретные усилители класса AB, никакого D там нет. Плюс у него DAB Plus Tuner, и он поддерживает все основные беспроводные Bluetooth протоколы и Chaos Multiroom. В общем, нормальный такой девайс для тех, кому нужно все в одном флаконе, но без многоканалки. Выходит, он уже через месяц, стоить будет 899 евро. У нас, вероятно, будет несколько дороже. У британского бренда RUARC вышла новая прекрасная радиола с индексом R410, на создание которой ушло аж 3 года. Эта штука, помимо безупречного дизайна, представляет собой систему все в одном. Там есть стример, усилитель и акустическая система. Ну и FM и DAB-радио, конечно. У этой невероятно красивой и стильной штуки также есть встроенный фонокорректор, цифровой оптический вход, HDMI и ARC, и Bluetooth 5.1, и поддержка AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect и Tidal Connect. По железу здесь стоит усилитель класса D мощностью 120 Вт и две пары динамиков. 20-миллиметровый шелковый купольный твиттер, такой же, как и в их колонках MR1, и новый 100-миллиметровый мид-вуфер. У всего этого потрясающий корпус с 4-дюймовым дисплеем и шикарный круглый пульт DU, в точности повторяющий панель управления на верхней крышке. Стоимость новинки 1299 фунтов. Интересный девайс представила китайская Shanling. В этот раз они сделали устройство, которое мне хочется назвать усидителем. В общем, эта штука называется CA80, и это усилитель и CD-проигрыватель в одном корпусе. Вообще, они сделали в этом корпусе чистый CD-плеер, но вот теперь добавили туда еще и усилитель. У этого девайса всего один аналоговый вход, один аналоговый выход, цифровой оптический выход и пара акустических клемм. Внутри там установлен CD-привод с щелевой загрузкой и ЦАП на чипе ESS-9219MQ. При этом у девайса нет никакого стримингового функционала, но CD-привод поддерживает множество форматов. USB на фронтальной панели позволяет подключать носители с файлами. И вы можете подключаться по Bluetooth. Усилитель класса B выдает 50 Вт на 8 и 100 Вт на 4 Ома, что вполне себе неплохо для компактного устройства. Стоит такой на Алиэкспресс чуть меньше 60 тысяч рублей. И еще один крутой лимитированный девайс в начале августа анонсировала компания Каин. Оказывается, они в этом году празднуют свое 30-летие. Представляете, Каин уже 30 лет, с ума сойти. Так вот, отпраздновать юбилей они решили лимитированным плеером N30LE, который несет в своих недрах полностью балансный усилитель для наушников с парой ламп, нувистеров Cork Newtube, свечения которых можно наблюдать на левой грани девайса. Усилитель имеет знаменитую систему DAO. Это режим двойного усиления с выбором класса А или класса АБ. Причем, интересно, что разработчики реализовали в усилителе две схемы лампового окраса. Они их называют тембрами. Тембр классический, дает ретро-звук с теплым, наполненным и мягким почерком. А тембр модерн прозрачный с превосходной скоростью и линейностью. Ну что, звучит интересно? В ЦАПе N30LE установлены два снятых с производства АК4490EQ от АКМ. Компания потратила много ресурсов на изучение этого чипсета еще в 2020 году. И у них в запасе было ограниченное количество этих чипов, который идеально подошел для юбилейного продукта ограниченного выпуска. Чипы подключены в монорежиме и запрограммированы на обеспечение полностью балансного дифференциального токового выхода по 8 каналам. N30LE будет доступен в двух версиях. Стандартный пакет N30LE будет ограничен 300 комплектами. И будет специальная версия N30LE Amber Pearl с одноименными наушниками. В тираже 99 комплектов. Обычная лимитка оценивается в 5000 долларов. Лимитка с наушниками Amber Pearl в 13000 долларов. Да, похоже, скоро мы окончательно забудем о недорогом чай-фай. Совершенно чумовой клип принесла нам американская рок-группа Frankie and the Witch Fingers. Эти парни играют такой шумный гаражный психодел, и не только. И 1 сентября они как раз выпустили свой новый альбом, и незадолго до выхода сняли этот потрясающий клип на Single Empire. Этот мультипликационный ролик снят в эстетике 70-х, и буквально каждый кадр из него почти как обложка Уильяма Роджера Дина, только более мрачная. В общем, очень красиво получилось. 8 из 10. Приятное мечтательное видео пришло от американской дрим-поп-группы The Ocean Blue. Они сняли совершенно новый ролик на свою старую вещь Денмарк 99-го года. Видеоряд совершенно ничего не сообщает, кроме каких-то относительно разрозненных урбанистических картин, но все это получилось очень стильно, и после просмотра делает тебя спокойным, настраивает на позитив и финансовое благополучие, несмотря на ретроградный Меркурий. 6 из 10. Теперь, друзья, совершенно безумный сюрреалистический сай-фай-триллер, или может быть даже ужастик, от бельгийского продюсера Джона Дебака, выступающего под псевдонимом Апаши. В этом напряженном, но прекрасном видео вы увидите, как в отместку за отказ от классической и оркестровой музыки на Джона решил напасть оркестровый монстр. Очень круто получилось. 7 из 10. Любителям шведского метал-кора Via Eminence сняла новый клип на песнь «Небеса должны гореть» и подписала в конце «С любовью Швеции». В ролике вы увидите, что в Скандинавии не хватает света, там какие-то люди копошатся в темноте и вообще ничего не разберешь. И, возможно, недостаток витамина D – основная причина расцвета тяжелой музыки в тех краях. 5 из 10. Британская неосолл-группа «Джангл» продолжает делать классные клипы, построенные на безупречно поставленных танцах. Посмотрел ролик и как на мюзикл сходил. Это концентрат чего-то очень хорошего, выраженного через движение тел. 7 из 10. Великолепный британский джазовый барабанщик Юсеф Дейс выложил новый ролик с очень личным видеорядом. Это прямо нарезка какого-то его отпуска или отдыха с семьей, перемешанного с его рабочими моментами в студии, на концертах. И все это под приятный джазовый трек. Ничего особенного, но 6 из 10 – да. Ну и в финале совершенно чумовое видео лондонского панк-трио «Хот Вокс». Этот безумный ролик буквально нарезан из элементов, как будто вырезанных из бумаги. Ну, типа, как вы делали бумажные коллажи раньше, до появления компьютера. В нем участницы группы предстают инопланетянами, прилетевшими на Землю на летающей тарелке. И вот там это все летает, вертится, мелькает под ор этих добрых девушек. 7 из 10. Настало время отдать одному из вас очередную хорошую виниловую пластинку от стереозоны. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, вам нужно любить винил и сходить во ВКонтакт стереозоны, где происходит розыгрыш. Ссылка, как всегда, в описании, как ссылки на плейлист и видеоролики. На прошлой неделе кто-то из вас получил пластинку Eels, а сегодня мы разыгрываем Gold Diggers Sound, третий и последний на сегодня студийный альбом американского певца, обладателя Грэмми Леона Бриджеса. Он был выпущен в 2001 году на лейбле Columbia Records. Альбом был прекрасно встречен критиками и дебютировал на 17-м месте в американском чарте Billboard 200. Также он был номинирован на премию Грэмми 22-го года в категории «Лучший R&B альбом». Название его позаимствовано у одноименной студии отеля и бара, расположенной в восточном Голливуде, где Бриджес жил во время написания и записи песен для альбома. По звуку это такой супер качественный, супер вылизанный бленд R&B, соло и челлаут музыки. Во время записи альбома у Леона не было особенной концепции, он просто приглашал разных музыкантов поджемить в Gold Diggers Sound и, опираясь на их импровизации, писал мелодии на ходу. Несмотря на это, альбом получился удивительно цельным и монолитным, на мой взгляд. И хотя я вообще не слушаю R&B, но эту пластинку вполне готов рекомендовать для ненавязчивой такой вечерней тусовочки, например. Хорошая пластинка, правда? 6 из 10. Плейлист позволю себе начать с любимой мною группы, которой я, наверное, уже заколебал вас, которая выпускала сингл с Леоном Бриджесом. Это техасское трио «Круамбин». Но в плейлист я положил их более раннюю вещь с их второго альбома «Конто до Эль Мундо» 18-го года. На мой взгляд, это лучший их пока что альбом. В нем они уже максимально прокачали свой саунд. И этот альбом более цельный, чем дебютный. И при этом они все еще сфокусированы на своем вот этом условном тайском фанке, от которого они стали потом отходить в своих более поздних работах. А вот вещь «Кома Мекерес» – прямо образцовая их работа. 7 из 10. Теперь, ребята, ископаемый панк из далекого 77-го от прекрасной группы «Телевижн», которая в свое время достаточно сильно повлияла на нью-йоркскую рок-сцену, но сама Большой Славы при этом почему-то не снискала. И сейчас о них уже мало даже кто помнит. А зря. Очень крутая банда, и особенно хорошо она слушается вот из 21-го века. 7 из 10. Теперь «Свежак». Новый трек выпустили «The Chemical Brothers» и «Back». На словах очень многообещающая коллаборация, правда? Но, если честно, моих ожиданий трек не оправдал. Слишком уж он какой-то слащавый, ванильный получился на мой вкус. 5 из 10. Еще один редкий, но очень крутой трек от рок-группы «My Morning Jacket». Это кавер песни «Tyron» Эрики Баду, которую она исполняла на концертах и которая была лишь на ее концертном альбоме «Life» 1997 года. И вот «My Morning Jacket» исполнили ее когда-то, и потом в 2004-м издали диск с бисайдами и ранними своими записями, где я и обнаружил эту шикарную вещь. Кручу ее на репите уже несколько дней прямо. 7 из 10. Ну и в пару к ней заодно сразу еще одна шикарная родственная вещь «Hide in Plain Sight» заглавная композиция сольного альбома Джима Джеймса «Frontmen of My Morning Jacket» 2016 года, по-моему, это запись. Это атмосферная, слоистая в плане музыки вещь. Первую половину хронометража вообще без текста. А потом, на третьей минуте, голос Джима начинает вам зачитывать свой монолог. Получается очень круто. 6 из 10. Еще один прекрасный кавер от Леона Майклза, музыкального продюсера, руководителя звукозаписывающей компании, автора песен, мультиинструменталиста и лидера эклектичного соул-проекта Эль Майклса Фейер, который в 2012 году записал альбом «Enter the 37th Chamber», который получил свое название от альбома «Wu-Tang Clan» «Enter the Wu-Tang 36 Chambers». «Enter the 37th Chamber» представляет собой своеобразную 37-ю комнату, в которой Эль Майклса Фейер привносят свои интерпретации оригинальных треков «Wu-Tang Clan». 7 из 10. Ну а теперь электродич недели. Ну что, друзья, продолжаем парад странных устройств для создания музыки. Кстати, ссылку на эту дичь мне прислали в комментариях. Спасибо за это. Итак, у нас тут любитель Теслы, который сооружает установки, способные издавать звуки с помощью электричества. Извините, парни, речь не об электромобилях. У нас тут поющие катушки Теслы и по-настоящему высокое напряжение кренжатины. Не знаю, кто его укусил, но этот молодой человек соорудил систему из четырех катушек Теслы и вспомогательную управляющую электронику, которая заставляет их петь. Музыка на самом деле исходит от этих молний. Конструкция воспроизводит музыку благодаря предварительно запрограммированным фазе, ширине импульса и частоте. Во время этих выступлений нет ни динамиков, ни каких-либо спецэффектов. Весь звук издается лишь благодаря катушкам. И лишь на видео в YouTube он потом добавляет минусовку ударной установки. Правда, не знаю даже зачем. Это полная дичь, конечно, но у этого канала уже почти 700 тысяч подписчиков, что заметно больше, чем у любого известного мне аудиофильского канала. Может, Hi-Fi брендам стоит начать делать аудиофильские катушки Теслы для домашних сетапов? Ну а чё, будем слушать музыку с огоньком, так сказать? Судя по интересу людей в YouTube, спрос на это явно есть. На сегодня у меня всё. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok